С мнением, что для Порошенко сегодняшняя провокация это предвыборный ход, согласны многие политики и эксперты. И по мере приближения украинских президентских выборов, подобных инцидентов может стать больше. Мой коллега Станислав Бернвальд о том, кому это выгодно. Их называют не иначе, как три ржавые консервные банки. Выдохшееся советское наследие, доставшееся современной Украине, которая с легкой руки президента незалежной Петра Порошенко, ныне гордо зовется Азовской флотилией. Никакой Азовской флотилии не существует. Вообще-то это смешно. И при таком потенциале, который есть в Украине, но я, получается, не рисковал бы с этой флотилией на какие-то действия. Это всего лишь приведет к большим трагическим последствиям. Окажется, тем, кто выседает на банковые улицы в Киеве, это как раз и необходимо. Провокацию, а по-другому действия украинских кораблей специалисты попросту назвать и не могут. Срежиссировал лично президент Порошенко. Излюбленный, не единожды опробованный им же принцип, чем годливее и на грани, тем лучше. Я больше чем уверен, что подобные вещи могут происходить по прямому приказу господина Порошенко. Это его личный приказ, его большое желание повысить свои президентские рейтинги. Мы сегодня прекрасно видим, что пока Порошенко у власти, мира на Украине не будет. Выставить Россию агрессором против бедной несчастной Украины в очередной раз попытались украинские политики. И ведь не с потолка взялись эти три корабля именно сегодня. Эдакая превью завтрашней речи Порошенко по Азовскому морю на Генеральной ассамблее, которая пройдет в США. И где президент Украины в очередной раз будет обливаться крокодильями слезами, кивая в сторону так называемой страны-агрессора. Конечно же, он не только будет плакать, у него будут крокодильи слезы. Вы посмотрите, какой агрессор. Агрессор напал на консервную банку. И я не исключаю, что он будет просить все мировое сообщество, чтобы остановить обратно Россию от таких действий. Ведь они убивают Украину. Вот и все. Он к этому и стремится. Опять же, как уверены эксперты, сегодняшний инцидент лишь один из эпизодов большой игры, затеянной Западом в Азовском море. И Украина здесь козырная карта, которую в очередной раз умело пытаются разыграть Штаты. Заготовки всего азовского сюжета начались заранее. Вы помните прекрасно. И Евросоюз, и Госдепы все уже начинали выражать беспокойство по этому поводу, что Россия якобы жестко ведет себя краинцами в Азовском море. Вот сейчас нас пробуют на зубок, как говорится. Как считают эксперты, сегодняшний инцидент на море далеко не последний. Порошенко будет продолжать по мере приближения президентских выборов на Украине раз от раза провоцировать Россию на агрессивные действия. А Азовское море – это неплохое подспорье в этом нелегком деле. Станислав Бернвальд, Анна Погонина, Вести.